Олеся Клоунесса Олеся Клоунесса Подбирала самые лучшие игрушки А еще счастливы они были потому, что жили в самом прекрасном сказочном лесу Каким чудесным был этот лес! Верхушки сосен в нем дотягивались до золотых звезд Изумрудные ели прятали свои колкие лапы в пушистые рукавицы А снег был такой блестящий, что казалось, будто бы весь лес осыпан драгоценными песчинками И вот однажды Дед Мороз и Снегурочка готовились к очередному Новому году Снегурочка шила себе новое платье со сверкающими бусинами А у Деда Мороза наряд и так был хоть куда В то утро, когда Дед Мороз и Снегурочка должны были поехать к детям Случилось невероятное событие Пропал праздничный наряд Деда Мороза Ни серебристой шубы, ни расписных валенок, ни расшитых золотом шапки и рукавиц не было А Дед Мороз считал этот наряд счастливым, потому что в нем он поздравлял детей И потому что звездочки золотые к нему пришивала самая добрая фея Загоревал Дедушка Мороз, закручинился, а Снегурочка его успокаивает Не время печалиться, Дедушка, давай что-нибудь придумаем А в первую очередь нужно позвать Снегиря Гришу Он везде летает и много знает Снегирь Гриша был любимой птицей Деда Мороза Прилетевший Гриша выслушал Деда Мороза и говорит Полетаю, понаблюдаю, гляну вокруг, может быть что-нибудь и высмотрю Летает Гриша по лесу, во все уголки заглядывает Вдруг видит, что около избушки на курьих ножках все лесные лиходеи к Новому году готовятся Баба-ягайки Кимора пельмени стряпают Леший от снега двор очищает Соловей-разбойник всех своих свистом развлекает А Кощей Бессмертный в костюме Деда Мороза что-то в мешок складывает Вот где наряд Деда Мороза, просвистел себе под нос Снегирь Гриша Что же делать? И полетел он обратно к Деду Морозу и Снегурочке Дед Мороз как услышал, что его наряд у Кощей Бессмертного надел старые валенки-удалинки, которые бегают так же быстро, как и сапоги-скороходы И отправился к самой доброй фее Узнав, в чем дело, фея задумалась Ты самая добрая фея на свете, сказал Дед Мороз Подари Кощей Бессмертному новый костюм, а свой костюм я у него заберу Но самая добрая фея сказала Деду Морозу, что к Кощей Бессмертному она отправится сама А Дед Мороз побежал домой ожидать фею Вскоре фея появилась Она вернула Деду Морозу его наряд и сказала, что Кощей Бессмертному подарила новогодний костюм Но золотых звездочек нашивать на него не стала А в честь Нового года всей лесной братьи, собравшейся у Бабы Яги, самая добрая фея подарила подарки Дед Мороз надел свою праздничную шубу, расписные валенки, расшитые золотом шапку и рукавицы И вместе со Снегурочкой умчался к ребятам А самую добрую фею на свете он взял с собой Пусть побольше добра она дарит всем ребятам Ну что, мои маленькие друзья, вот и сказочки конец А кто слушал, тот большой, прибольшой молодец А сейчас время смотреть мультфильм А я с вами прощаюсь до завтра Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok